Привет! Издавна в России существует правило Гимназист гимназисту, друг, товарищ и брат Отправляемся в родную гимназию номер 33 города Улан-Удэ Здравствуйте, ребята! Меня зовут Егор Сотнич, я учусь в пятом классе, уже его заканчиваю Я был прошлым учеником Ирины Леонидовны Я сидела когда-то тут, в этом кабинете, за этой партой И тоже слушал, как меня посвящали гимназисты и делали меня умнее Сейчас я хочу вам рассказать Основные направления развития человека-школьника Это школа, дополнительное образование, семья и построение вашего будущего Большую часть своего времени вы проводите в школе В школу, по-первых, мы приходим учиться Учеба – это очень важный аспект Вы должны создать такой коллектив, вы должны все дружить Начиная, чтобы вам будет удобнее и комфортнее учиться, заканчивая вашей безопасностью Потому что на улице много опасностей, начиная с машин, заканчивая собаками и незнакомыми людьми Еще вы должны быть, один класс должен быть большой командой Ведь много очень конкурсов, где нужна команда И я пока что не смогу это сказать А вот мой друг Илья, пункт из Республики Карелия, создал такую команду И они везде путешествуют, участвуют и побеждают эту команду И сейчас они находятся на Большом Кликнике в городе Москва Это успехи Вы, наверное, все знаете тут у полосковинка «Учеров» Кто занимается «Учеров»? А мы сколько с вами, ребята, победили, да? Сколько победили тоже на команды, которые работали? В марафоны совершенно Вы прошли очень много марафонов Вот грамота за первое место в моем марафоне И благодарственное письмо от гимназии Дарима Константиновны Халтайки, директора Даши Дополнительное образование делится на несколько типов Посмотрим на моем примере Российское движение школьников Я занимаюсь в Доме творчества Форумс объединений художественных слов «Звездопад» Там меня обучают ораторскому искусству Выступать на сцене И уметь играть Уметь, в общем, интерактивно разговаривать с публиками Еще я хожу на Кружок юной зоналитики «Малая канинная наука» Там нас учат Как правильно писать тексты В спортивной школе занимаюсь вольной борьбой И очень много времени нужно уделять самообразованию То есть читать книжки, смотреть образовательные передачи Российское движение школьников – очень мощная организация Благодаря ней я смог встретиться с героем России Лётчиком-космонавтом Сергеем Николаевичем Рязанским И с Владимиром Владимировичем Путином Вы видите фотографию? Покажи его, кто там встречает Вот и вот стоит Видите, что президент России Обнимает его Владимир Сергей Николаевич Президент России Владимир Владимирович Путин Проводил 1 сентября прошлого года Всероссийский открытый урок От факторов прошлого и сценария в будущем Я успела задать ему вопрос И я попросил его выделить средства на очистные сооружения на Байкале Президент выделил деньги на постройку сооружений И очистные поселки Выдрена уже работают Я бы хотела у Вас спросить Как Вы смотрите на то, чтобы вы выделили средства на постройку очистных сооружений этого великого озера? Спасибо Байкал – это, безусловно, достояние не только в Барятии, не только в Русловской области, которая находится на Новом берегу Байкала Это достояние всей России и всего человечества Здесь ребята хорошо подготовлены Знают, наверное, я боюсь ошибиться Сколько процентов от всех запасов пресной воды в мире Это, по-моему, у нас... 20 В России 90 в России и 20 в узел мире Спасибо, молодец Да Задурно Так и есть По-моему, там Немножко поменьше в мире где-то 50 процентов Ну, не важно Ну, много вообще Это очень много И наша задача сделать все для того, чтобы сохранить этот уникальный природный объект Я еще и делаю свою передачу на моем ютуб канале «Красная Винка» Подпишитесь, пожалуйста, и я буду очень рада И помогите, пожалуйста, очистить эту великую желчужину нашей планеты Да, но я уже сказал, что средства выделяют, поэтому... Спасибо А вот на что... А что... А что... А что нужно... Что нужно подписать? Я говорю, что надо подписать? Подписать, что нужно? Я не понял, что... Что я должен подписать? Ютуб-канал «Накая социальная сеть» А... Хорошо, хорошо, ладно Подпишитесь На твой канал «Ну, eigentlich не было love» Разве не было Хорошо и что вновь COVID Еще российское движение школьцев дает огромные возможности в виде посещения разных Детских Центров международного, найти в городах коучей по градусам и все расистам Я уже добывал в Океане, артель, кислене и сейчас еду в Орлёк. Вы, если туда поедете, там вы встретите детей, которые делают то, что вы делаете. То есть, несмотря на то, что бы вы ни делали, всегда найдется человек, который делает это и который делает это лучше вас. Так что всегда есть к чему стремиться. Вы встретите в этих ВМЦ и ВМЦ, в этих свекерах, которые вам относятся. Разные события будут, которые будут там насыщенные ожидания. Советую очередь, ребята, поехать, ребята, очень круто. Очень большое количество времени нужно уделять семье. Я изучаю культуру с ВМЦ и обрали до контактов Василия Григорьевича. Вот, я вспомнила, что я купил детей по парту. Посмотрите, передайте там другу, посмотрите. Вот, как и да, вот. Я изучаю историю своей семьи и об этом мой второй герой. Сынбанова, у меня Сынсотича Гор. И я недавно заплачу третий класс. Когда мы получали День Победы, я за своего ютуб-канала «Красная Вилка» создал фильм «Твора Гвардии» полковника Барсоева и написал эссе про единственного и родственника, которого я знаю. Это на волоске Алексей Романович, мой двойник Роменска и капитан артилеи. Мы старый город. Мы атлетики с Красноярского и Новоитайского края, с Туркинского и Кабанского районов в Бурятии. Мы с папой записываем рассказы старшего поколения. Смотришь фото из семейного архива, а там столько людей, и оказывается отдельная история. В этом деле главное не останавливаться. На попе фото я рассказывал. Янук Зубов. Про дедушку... Я путешествую по всей России. Владивосток, Иркутск, Крым, Брянск, Москва, Анатолий. И по всей этой стране у меня есть друзья. И еще я понял, что наша страна, Россия, прекрасное место. Спасибо вам за внимание. И вы, Владимир Путин, подбишитесь на мой YouTube-канал «Красная Вилка». Мечтайте вместе у себя совершать хорошее поступление. Особое внимание уделили и территории на набережной. Проблемный участок заметил 11-летний Егор Сотнич. В своих социальных сетях юный эколог призывает людей сохранить природу Байкала. А здесь он собрал всех желающих навести порядок на берегу Селенге. На помощь вышло более 150 граждан. Со своим классом, со своей дочкой мы пришли, поддерживаем Егора Сотнича, ученика нашей гимназии. Егор понимает, что Селенга – это приток Байкала, главный приток Байкала. И вот если мы будем соблюдать в чистоте вере Селенги, то значит, мы немножко сделаем его лучше нашему Байкала. Этот мальчишка развернул акцию до того, что... Смотрите, сколько народу сегодня вышло на это место. Вот, благодаря одному мальчику активному горожанию, мы сейчас мы восстанавливаем это путешествие, сделаем уже освещение. Сейчас выбираем склон, а потом здесь будут площадки для варкаута, для езды на велосипедах. Вообще городской субботник стал кульминацией традиционного месячника чистоты. Вы задаваете какие-то вопросы, именно вопросы, которые поставят с того, чем занимается Егор. Понимаете? Пожалуйста, Алина, какой вопрос? Уже, по крайней мере, двадцать красных. Вот, хороший вопрос. Я не знаю, просто так назвал первое, чтобы было пришло. Лена. Лена. А сколько раз ты убираешься? Ну, не знаю, когда как, с свободой вредить. А вы, ребята, поняли, что речь идет о набережной, которая вот находится за нашими домами, да? Да. Вот где вы проживаете? Да. Я там, да, да. Я там, да. А я там, да, да. Друзья, я там тоже доверю. Ну вот, поэтому иногда, если вы вдруг услышите о том, что там Егор Сотнич приглашает желающих на субботник, значит, мы дружно, вместе с семьей идем на набережную, да? Так, еще вопросы? Пожалуйста, Крайли. Как ты найдешь такую очень увлекательную и интересную презентацию? Ну, мне именно Леонидовна сказала, что нужно, что нужно приготовить что-то, чтобы, ну, бабла, сказать, ну, я подумала, что дети, ну, вы дети, что вам будет скучно просто смотреть видеоролики, нужно как-то интересно сделать, чтобы я это сделал. Спасибо за то, что вы купили все. Да, очень молодец, очень увлекательный видео. Спасибо. Я хотела бы дополнить. Этот материал, он у него накоплен, и накоплен уже многими такими разными годами. То есть это он не вчера сделал. Да, Егор? То есть этот весь материал, вот, Егор обратился к вам с просьбой и подписаться на его ютуб-канал «Красная Верла». Вот вы у него, знаете, кто это такое? Можете подписаться на его ютуб-канал «Красная Верла». Мне вам, пожалуйста, вопрос. Чего? У меня вопрос. Как теперь в голову нужна такая идея? Какая? Возвать много людей, чтобы выбираться? Я всегда просто... Ну, это уже такая... В общем, я начинала выбираться просто сначала сам, один, потом я приглашала в конференцию людей, и вот Сергея Владимировича Музького, дефектора нашего собеса, который, там, из-за другой область, он эту территорию охраняет. Я думала, что... Ну, его пригласила в конференцию. Рассказали мне весь план. Ну, я там разу приезжали, вызывал. Кто-то соглашался, кто-то отказывался, а потом я собираю большие свободы, приходите, люди. Да и вот сейчас так, в случае. Так, Лена, пожалуйста. А сообщите, что нам надо обращаться в ютуб-канал «Красная Верла»? Ну, мы однажды ездили на... Байкал с друзьями папой, и там люди лежали, отдыхались среди мусора, просто... Ну, я же понимаю, что мне нужно идти в лес, весело, собирается, хотя бы около ребяток-анабляда, и двери, а человек лежит среди мусора еще. для вас мы нашли в лес, а там очень много мусора, собрались с небольшой территорией, и много мусора я там не мог. А почему бы этим не задуматься? Поискал, вижу Байкал, у него большой цене человечества, почему-то... он к нему не обойтся, как по-человечески, на то... ну, и я как-то начну с Богом. Ну и правильно, давайте. Знание и опыт – удивительная вещь. Ее не становится меньше. Щедро делитесь друг с другом своими открытиями, общайтесь и помогайте друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok